У меня есть любовь? Я говорю, в каком смысле? Ну ты любишь кого-нибудь? Ну да. А тебя кто-нибудь любит? Я говорю, да. Он, наверное, решил, что я заверил совсем. Он говорит, ну слава богу, вот так водочки махнул. Все в порядке. Время на общение президента с журналистами никто не ограничивал. По словам Путина, такие встречи, как ремонт, их невозможно завершить, нужно только прекратить. Сейчас он говорил чуть больше трех часов, но пресс-конференция получилась более компактной, более убедительной и, я думаю, все труящиеся, можно сказать, нашей страны будут беречь свои деньги и не тратить их на доллары и евро. Более серьезные вопросы, гораздо более профессиональные. Мне, честно говоря, в прошлом году, меня не аккредитовали в прошлом году, но я смотрела по телевизору, мне было стыдно за своих коллег. Пресс-конференция прошла, на мой взгляд, очень плодотворно. Владимир Владимирович отвечал на вопросы полно, объемно и, по сути дела, ответил на все мои вопросы, которые я ставила, планируя быть на этой пресс-конференции. Десятая пресс-конференция Владимира Путина не стала рекордной по времени. Она продлилась 3 часа 10 минут. За это время журналисты задали несколько десятков вопросов. И главное прозвучало то, чего народ ждал от президента. Что, несмотря на обстановку в мире, да и в стране, жителям России бояться нечего. Временные трудности закончатся, а Россия в той или иной степени все-таки слезет с нефтегазовой иглы. Андрей Секретарев, Антон Калиниченко, Кубань, 24, Москва. Эксперты сходятся в том, что общая атмосфера пресс-конференции была оптимистичной. Президент развеял мифы вокруг сложившейся экономической ситуации и обрисовал дальнейшие шаги правительства. С моей точки зрения, главная сенсация выступления Путина заключается в том, что в ней не было никаких сенсаций. Это очень важно. Президент ответами, мимикой, жестами излучал уверенность, ощущение контроля, знание того, что нужно делать сегодня, завтра и послезавтра. И биржи российские, международные, мгновенно отреагировали на такую модель поведения Путина. И акции российских компаний, в частности, выросли весьма резко в цене. Это очень здорово. Ипотека тоже в зоне внимания президента и его команды. Путин признал, с такой ключевой ставкой 17% развивать этот вид кредитования сложно. Если ставка снижаться не будет, глава государства обещал помочь субсидиями. В свою очередь специалисты Кубанского ипотечного агентства советуют жителям края еще раз внимательно прочесть договор с банком. Если вы заключали с банком договор ипотеки на условиях, где ставка жестко фиксируется и нет права первичного кредитора об изменении процентной ставки, то ничего происходить не будет. Как она зафиксирована, так она и будет. В противном случае банк имеет право пересмотреть ставку. На пресс-конференции с Путиным журналисты говорили и о том, что в стране не хватает рабочих профессий. В частности, в сельском хозяйстве доярок и комбайнеров. В нашем аграрном крае традиционно занимаются подготовкой специалистов в этой отрасли. Ректор Кубанского аграрного университета отметил, нужно поднимать престиж этих специальностей и создавать выгодные для молодых людей условия. Государство должно более пристально смотреть на наше село в целом. Это так называемая наша программа социального развития села, это сельская инфраструктура, это школы, это больницы, это дороги, это дома культуры. Все то, что должно быть на селе для того, чтобы наши молодые специалисты, которые оканчивают наше учебное заведение, техникумы, чтобы они стремились вернуться сегодня домой. Средства, которые государство выделит в будущем году на АПК, в том числе будут направлены и на обучение работников сельского хозяйства. И как раз во время пресс-конференции Владимира Путина подешевела валюта. После заявлений президента о временных трудностях в экономике, доллар и евро опустились. По данным Центробанка, который установил курс на завтра, евро потерял больше 11 рублей и теперь составляет 73 рубля 34 копейки. Доллар подешевел на 8 рублей и теперь стоит 59,60. Решение Центробанка повысить ключевую ставку до 17% вызвало изменения на финансовом рынке. В дефиците оказались иностранные автомобили. В магазинах электроники и бытовой техники начался ажиотаж. В два раза увеличился спрос на рынке жилья. Экономисты спешат предостеречь от необдуманных покупок. Непонятно, зачем люди сейчас сметают полки с бытовой техникой, скупают машины на корню. Нужно понимать, что тем самым они сделают только хуже и тем производителям, у которых они сейчас покупают в том числе. Комплекс тех мер, которые сейчас принимаются нашим правительством, он действует, он работает. И постепенно, разогрев вот этот градус разогретости рынка, он охлаждается. По словам финансовых аналитиков, массово снимать деньги с банковских карт тоже незачем. Это может негативно сказаться на работе банков и только ухудшить ситуацию. С историей семьи Романовых уже познакомились более 22 тысяч кубанцев. Столько человек за две недели посетили интерактивную экспозицию в Краснодаре. Уникальная экспозиция в выставочном зале города представлена на больших сенсорных экранах. Прикоснуться к истории сюда ежедневно приезжают сотни людей со всей Кубани. Краевой центр стал пятым городом, где представили этот проект. Побывал на такой необычной выставке и губернатор Края Александр Качев, и кубанский митрополит Исидор. Вместе с эскурсоводом они прошли по всем залам. Кстати, изучать такие электронные экспонаты возможно самостоятельно. Достаточно всего лишь прикоснуться к сенсорной панели. Такая подача информации сегодня особенно близка современным школьникам. К слову, они уже тоже поставили свою оценку выставки и поделились впечатлениями с губернатором. Это история нашего российского государства. Даже знать ее обязательно. Мы уже много знаем о истории, конечно. Мы хоть и маленькие, но... Мне кажется, очень важно, что интерес к истории, да, послушая. Не только взрослых, но и детей. Конечно. А эти проекты, они, конечно, помогают им научить понять Россию, Кубани. Особенно с современными технологиями, конечно, очень удобно. По подсчетам организаторов, если распечатать все эти гигабайты информации и фотографии, то получится более 5000 страниц. Впрочем, есть здесь не только электронные документы. Это стало главным отличием выставки в Краснодаре. Один из залов посвящен истории Кубани. Жалованная грамота Екатерины, дарующая казакам земли, полковые знамена. Эти реликвии сюда привезли из музея имени Фелицина. Это очень важно. Очень важно, особенно для молодых людей. Детей, они должны знать всю нашу историю Российской империи. Здесь она привлекается очень четко и с историей, естественно, о нашей Кубани. Здесь и предательство, здесь и преданность, здесь и героизм. Здесь все перемешано. Это, конечно, большой для нас урок. Мы все должны сделать вывод. И тем более, особенно важно и актуально, когда именно в эти дни нашу страну пытаются принизить. Судя по истории, нас всегда, в общем-то, недолюбливали. И никто Россию, Российскую империю не хотел видеть мощной, могучей, независимой. И поэтому это еще раз, вот увидев, услышав, посмотрел на все это, это еще раз утверждается мысль в том, что нам нельзя сдаваться. Надо только идти вперед и становиться могучей державой. Это очень нужно для души, для познания истории своей. И я призываю все, кто может, пусть придут сюда обязательно посетят. Это очень важное мероприятие для каждого человека, для каждого жителя Краснодара и Краснодарского края. Посетить выставку в Кубанской столице можно до конца этой недели. С успехом прошедшая в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени, она завершает свое путешествие. Краснодар стал последним городом этого грандиозного турне. Теперь выставка получит постоянную прописку в Крыму. Здание законодательного собрания края увековечили на почтовых конвертах. Церемония их гашения прошла сегодня в Краевом парламенте. Тираж юбилейной серии составил полмиллиона экземпляров. Для гашения был использован специальный художественный штемпель с изображением исторического здания. И зафиксировано сегодняшнее число, 18 декабря 2014 года. С этой даты конверт выходит в обращение. Специальный штемпель отличается от обычного текстом и рисунком. Председатель ЗСК и директор филиала Почты России первыми погасили юбилейные конверты. По истечению дня такие штемпели уникальные изымаются из обращения и передаются в Центральный музей связи имени Попова в город Санкт-Петербург. Конверты, погашенные в этот день, приобретают филателлистическую ценность. Являются украшением многих частных коллекций. Почта – это нити, которые связывают гражданина и государство. И когда действует эта почта, когда есть эти связующие нити, у гражданина в самых далеких уголках страны есть уверенность и ощущение того, что его не забыли. Участие в торжественной церемонии гашения приняли депутаты ЗСК, представители филиала Почты России, а также почетные гости – делегация Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Всем участникам церемонии подарили конверты с изображением здания парламента, ну а после состоялась встреча кубанских депутатов с коллегами из Республики Башкортостан. Спикеры двух собраний подписали соглашение о совместном сотрудничестве. Как отметил Владимир Бикетов, в краю и республике есть чему поучиться друг у друга в работе по многим направлениям. И сегодня же гости из Государственного совета Курултая посетили сад «Гигант» в Славянском районе и побывали на металлургическом заводе в Абинске. Это «Факты-24». Спасибо, что вы остаетесь с нами. Пришло время узнать, как обстоят дела на улицах Краснодара. По данным сервиса «Яндекс», загруженность дорог в эти минуты составляет 7 баллов. В городе серьезные пробки. Итак, давайте оценим ситуацию с помощью камер видеонаблюдения. Очень сложно в эти минуты выехать на Северную. Как мы видим, в Палмоносово поток движется с большим трудом. Машин очень много и им тесно. Скорость всего 3 км в час. 20 минут вы здесь точно простоите. Такая же ситуация и на Корницкого. Вся улица буквально забита. Впрочем, как и Березанская. Проехать быстро просто невозможно. Готовьтесь задержаться минимум на полчаса. Улица Переходная. Совсем другое дело. Постоять придется только на светофоре. Но зато разогнаться получится до 35 км в час. Далее по Суворово. Особых проблем не видно. Перемещаемся на пересечении Дзержинского и Гастелло. Здесь существенные затруднения. Как мы видим, конца затора даже не видно. На спидометрах всего 10 км в час. Если едете этим путем, рискуете потерять около 20 минут. На Колхозное в сторону центра практически свободно. А вот в обратном направлении автомобили еле ползут. По данным Яндекса, пробка образовалась из-за ДТП. 3 км в час. Вот и все, что удастся выжать из двигателя. Придется здесь задержаться минимум минут на 15. На пересечении Красная и Кузнечная ситуация такая же напряженная. На спидометрах всего 5 км в час. Транспорта очень много. В целом вся улица перегружена. Если выберете этот маршрут, будьте готовы задержаться часа на полтора. Постоять придется и на Красных партизан. Здесь автомобили разъезжаются с трудом. Так что придется постоять около 10 минут. Средняя скорость не выше 15 км в час. Здесь более просторно. Да и разогнаться можно до 35 км в час. Теперь проверим, как обстоят дела в Сочи. На Платановой аллее движение оживленное. Мы видим, автомобили едут на приличной скорости. Затруднений нет. На Несербской вовсю едут мотоциклисты и легковые автомобили. Друг с другом конкурировать им не приходится. Места хватает всем. Перекресток Северный и Горького довольно загружен. Транспорт движется плотным потоком. Но не так быстро, как хотелось бы. 25 км в час максимум. Мы возвращаемся в Краевую столицу. Здесь дорожные проблемы пока еще остаются. Сложнее всего проехать по Кубанской набережной, Северной и Красной. Сервис Яндекс оценивает загруженность. На этих магистралях целых 10 баллов. Ну а самый крупный на сегодня затор зафиксирован на Красной. От Офицерской до Советской. Он продержался больше 6 часов. Но если вам дорого ваше время и вы не хотите тратить его в пробках, включайте в автомобиле первое радио. На его волне самая актуальная информация с улиц Краевой столицы. Ну и внимание тех, кто собирается в район улицы Трамвайной и Клинической в Краснодаре. Около часа назад там столкнулись трамвай и грузовик. От удара кабину грузовика смяло. Трамвай сошел с рельсов. По предварительным данным никто не пострадал. Но в районе Зиповска сейчас большая пробка. Электротранспорт на этом участке не ходит. Вагоны разворачивают на кольце 40-летия Победы, сообщают очевидцы. А в Комсомольском микрорайоне Краснодара сегодня утром электричка столкнулась с автомобилем, оставленным у путей. Хозяин иномарки в это время выгружал вещи из багажника. Когда увидел поезд, попытался отогнать машину, но не успел. Состав протащил ее несколько десятков метров. Пострадавший 33-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Электричка Кавказская Краснодар задержалась на месте аварии почти на 20 минут, затем отправилась по своему пути. Изменений в расписании движения железнодорожного транспорта из-за аварии не было. Если вы стали свидетелем ЧП или сняли интересное, необычное видео, не забывайте присылать нам свои работы на конкурс «Ты наш герой». Я напомню, для этого вам нужно зайти на сайт hero24.ru, загрузить свой видеоролик и ждать его в нашем эфире. Все подробности читайте на странице проекта. В станице Пластуновской орудуют вандалы. На местном кладбище разрушено уже 26 могил. Местные жители по несколько раз в день ходят проверять надгробия родных и близких, а станичные власти усилили охрану. Но поймать преступников пока не удается. Александра Проскурина с места событий. Разрушители могил сейчас самые обсуждаемые личности в станице Пластуновской. Практически каждое утро местные жители находят здесь очередные пострадавшие могилы. Они стараются не оставлять кладбище без присмотра. Приходят сюда по несколько раз в день. Утром перед работой и вечером. При этом они стараются обойти все кладбище для того, чтобы если увидят разрушен надгробие, тут же сообщить родственникам. Местные особо все друг друга знают и передают родственникам. Там у твоих родителей, там или у твоих родственников, или еще что-то там нарушено, там побито. Ну, естественно, машинами едут и бегут, и все смотрят. Опять же, все сарафанное радио сообщает. Первое поврежденное надгробие здесь нашли еще в начале месяца. С тех пор от рук вандалов уже пострадали 26 надгробий. Станичники даже предположить не могут, кто способен на такой чудовищный шаг. Наркоманы или, я не знаю, ну, конченые какие-то. Мне кажется, ну, в здравом уме, разве можно так сделать? Нет, конечно. На кладбище есть охранник, но он работает только до 4 часов вечера. После на дежурство заступает местное казачество, но они патрулируют кладбище всего несколько часов. А вот ночью эта территория остается без присмотра. По мнению местных жителей, именно тогда сюда приходят вандалы. Причем преступникам неважно, какие надгробия крушить. Пострадала даже могила ветерана Великой Отечественной войны. Бьют памятники, стараются, вне зависимости от веры, исповедания, национальной принадлежности, бьют эти памятники все подряд. В первое время думали, что это кому-то насолить из мести какой-то, а здесь никакой мести нет, все подряд. Станичники могилы, чьих родственников пострадали от рук неизвестных, уже обратились в полицию. Сейчас там решается вопрос о возбуждении сразу пяти уголовных дел. По всем фактам сотрудниками полиции принято решение о назначении доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». До тех пор, пока неизвестных преступников полиция не поймает, местные жители намерены своими силами охранять кладбище и не допустить больших разрушений. Для них произошедший настоящий шок, потому что раньше никогда в станице ничего подобного не было. Александра Проскурина, Нила Рокша, Станица Полстуновская, Кубань, 24. Предпринимателя похитили в Армавире. Трое злоумышленников удерживали мужчину в подвале дома в одном из садоводческих товариществ. Перед этим его связали, заклеили рот скотчем, а подвал заблокировали ящиком с инструментами. Похищенному владельцу мастерской по ремонту сельхозтехники 61 год, его жизнь оценили в 1 миллион рублей. Предпринимателю удалось самостоятельно выбраться из заточения, он обратился за помощью в полицию. Одного из подозреваемых, 47-летнего мужчину, уже задержали. Судом по ходатайству следователя в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено соответствующее обвинение. Двое соучастников преступления устанавливаются, устанавливается их личность и местонахождение. Задержанный не идет на сотрудничество со следствием и отказывается выдавать подельников. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Курорт удобный для каждого. В рамках государственной программы «Доступная среда» в крае выделили средства пяти городам. Одним из которых стала Анапа. На курорте, в который стекаются туристы со всей страны, уже давно идет работа по созданию «Доступной среды». Что еще изменится в городе в лучшую сторону, выяснил Александр Тикаев. В секцию плавания Анастасия Шевченко пришла три года назад. Уже тогда тренер увидела в 13-летней девочке инвалида детства по зрению будущую чемпионку. Сейчас Настя зачастую соревнуется наравне с обычными детьми. Раз за разом доказывая, что ничем не отличается от своих сверстников. Вопросы о ее здоровье, табу даже для друзей. Все разговоры юная спортсменка в конечном итоге сводит к любимому плаванию. Добилась того, что плаваю в большие отрезки. Спокойно. И еще тоже прошу у тренера, чтобы давала больше мне заданий. Я хочу стать тренером, ездить, выступать. За три года Настя выиграла несколько краевых соревнований и даже стала призером в первенстве России. По словам тренера девочки, по достоинству оценить все эти грамоты и медали может далеко не каждый. Обычные пловцы на дорожке ориентируются по черной линии на дне бассейна. Тем же, кто не в состоянии ее увидеть, приходится в прямом смысле плыть вслепую, сражаясь не только с другими, но и со своим недугом. Такие дети буквально со второго, с третьего занятия запоминают маршрут прохождения. То есть они быстро в дальнейшем начинают ориентироваться в раздевалках, на лестницах и в бассейне. Успех Насти в спортивной школе решили закрепить созданием группы, которая целиком будет состоять из детей с проблемами зрения. Все входы, коридоры и стены здесь уже оборудованы специальными указателями и яркими цветовыми табло. Впрочем, доступная среда, рассказывает в администрации города-курорта. Одной только спортивной школой не ограничивается. Сейчас мы четыре субъекта участника этой программы. Это сфера образования, спорта, жилищно-коммунальное хозяйство и учреждения культуры. Во всех этих сферах идут, уже реализуются проекты. В пяти школах Анапы уже в ближайшие месяцы устранят последние препятствия для маломобильных и слепых детей. Пандусы, ровные полы, отдельные уборные и специальные лифты сделают доступными для них даже самые отдаленные уголки школы. Что-то там произошло с позвоночника. Но он же может, а все остальное, все срабатывает. Почему ему не быть в общеобразовательном классе? Ну да, пусть не будет этой физкультурной, будет что-то другое. По словам гостей и жителей Анапы, за последние несколько лет город превратился из труднодоступного в по-настоящему безбарьерный. Можно проехать везде, покататься. У нас в городе, хоть город и ступил в доступную среду, Владивосток, такого нету, увы. Нету пляжа специализированного, где человек может искупаться именно. Да нет практически ничего. А сейчас я сам спокойно выбираюсь из дома. Много магазинов, которые доступны, ни в чем себя не ограничиваю. Набережная полностью у нас доступная, удобная, везде панусы. Главное, объясняют сами инвалиды, создание доступной среды меняет мировоззрение горожан. Они все реже смотрят на людей на колясках или в черных очках, как на что-то непривычное. Александр Тюкаев, Александр Брыксин, Кубань-24, Анапа. Энергетиков Кубани и Адыгеи поздравили сегодня с профессиональным праздником. В Краснодарском музыкальном театре собрались инженеры, электромонтеры, диспетчеры, проектировщики и электрики. Те, чьим трудом проложены километры современных линий электропередачи, построены уникальные энергообъекты. В этом году электросети края много раз проверяли на прочность не только такие мировые события, как Олимпиада и российский этап Формулы-1, но и стихийные бедствия. Главное достижение энергетиков к сегодняшнему профессионалу празднику – это больший коэффициент надежности и защищенности нашего края. Это не только генерация, не только модернизация, но и в том числе профессиональная работа аварийно-восстановительных служб, их переснощение, модернизация. Это позволяет нам справляться с проблемами, которые имеем мы и другие регионы гораздо быстрее. Мы столкнулись с громадной проблемой, связанной со стихийными явлениями. У нас был ледяной дождь. Я хочу огромные слова благодарности сказать тем людям, которые ликвидировали эти стихийные явления. Это фактически был героический труд. Лучшим вручили высокие правительственные и краевые награды и благодарность от губернатора. Кроме того, присвоили почетные звания заслуженных энергетиков России, Кубани и Адыгеи. После церемонии с профессиональным праздником их поздравили творческие коллективы. Костюмы, плакаты и мягкие игрушки. Как только не привлекали журналисты внимание президента. О чем говорил Путин? Доллар сбросил лишнее. Валюта сегодня подешевела. Отчего предостерегают финансовые аналитики. Губернатор прикоснулся к истории. Сенсорные экраны в выставочном зале рассказывают о жизни Романовых. Ни денег, ни хозяйки. Таинственное исчезновение владельца туристической фирмы в Краснодаре. Спасти царевну и семерых козлят. Первые новогодние представления для детей начнутся в эту субботу. Я приветствую зрителей телеканала «Кубань-24». О главном к этому часу расскажут факты в студии Наталья Клещева. И начнем выпуск с главного политического события дня. Сегодня Владимир Путин три часа общался с российскими иностранными журналистами. Эту пресс-конференцию ждали. И президент ответил на все ключевые вопросы. Россия выйдет из кризиса максимум через два года, заявил Путин. Экономика должна приспособиться к новым условиям. В частности, к низкой стоимости нефти и газа. Антироссийские санкции и финансовый кризис помогут снять ее с так называемой нефтяной иглы и развить промышленность. Все обязательства в социальной сфере государство собирается выполнить. Материнский капитал и пенсии в наступающем году будут индексированы. Вторая по популярности тема после экономики – внешняя политика. Президент подчеркнул, Россия будет настаивать на мирном регулировании событий на Украине. Страна готова выступать посредником между оппонентами и продолжать помогать жителям Юго-Востока. Отправилась в Москву и делегация Краснодарского края, в том числе съемочная группа нашего телеканала. О том, что осталось за кадром официальной трансляции, расскажет Андрей Секретарев. В этом году на юбилейную пресс-конференцию Владимира Путина аккредитацию получили более 1200 журналистов. Каждый со своим вопросом. Уже по традиции они оделись в крестьянок, танкистов и брали с собой кричащий плакат. И все это для того, чтобы обратить внимание президента на себя. У меня с собой нет ни костюма ростовой куклы, ни шлема танкистского. Привезла только рисунки. Как раз привлекать внимание мы будем вот этой нерпой. Это наш байкальский эндемик. Тюлень, который водится только у нас в Байкале. У меня есть счастливый шарф, над которым уже стал, так сказать, брендом нашей газеты. И его знают не только в Краснодаре и на Кубани, но уже и по России. Я надеюсь, что счастливый шарф поможет нам и в этот раз. На пресс-конференцию пожаловала и светская львица, а ныне известная оппозиционерка Ксения Собчак. Внимание президента. Она собиралась привлечь хорошим вопросом, а не вызывающим внешним видом. Или какими-то плакатами, и уж тем более не личными связями. Какие-то свои связи не пытались использовать для того, чтобы обратить его внимание на эту проблему? Мне кажется, что большая проблема нашей страны заключается в том, что все пытаются использовать каким-то образом свои связи. Мне не кажется, это нравится. Свои вопросы Ксения задала и получила на них ответы. Ну, вернемся к пресс-конференции. Она началась с небольшого доклада главы государства о текущей обстановке в стране. Владимир Путин отметил, что ВВП страны, несмотря на сложное время, вырос на 0,7%. Рост произошел и в развитии агропромышленного комплекса. Продолжает развиваться агропромышленный комплекс. И в этом году у нас рекордный урожай 104 миллиона тун. Владимир Путин отметил, что несмотря на валютный кризис, бюджет страны в следующем году будет с профицитом. То есть доходы страны будут больше затрат. А вот сложившаяся экономическая ситуация, по прогнозам президента, продлится не более двух лет. На сегодняшний день резерв страны составляет почти 8,5 триллиона рублей. Тратить бездумно эти деньги не будут. И именно они помогут государству выйти из сложившейся экономической ситуации. Вообще почти все вопросы касались экономики страны, внешней политики, санкций и прошедших олимпийских игр. В некоторых странах после проведения Олимпиады там просто пусты совсем. Конечно, есть межсезонье, вот сейчас было, да, там более-менее пустоватый. Но мы заранее подумали об этом. И Формулу-1 там построили, провели. Сейчас чемпионат мира по шахтам там провели. Масса других соревнований. Вот сейчас, я думаю, что вы об этом знаете, все заблокировано. Начиная с конца декабря и до февраля включительно. Уверен просто, что и до конца горнолыжного сезона там будет все забито. Просто вообще все ни одного места нет. И о чем это говорит? Это говорит о том, что у нас с вами, ну, у граждан России появился новый, кромлогодичный центр отдыха. Зашла речь о поддержке сельского хозяйства. Задать лично вопрос президенту у нас не получилось. Но ответ на него мы все-таки услышали. Помощь сельскому хозяйству будет где-то в 200 миллиардов рублей по разным направлениям. И надеюсь, что аграрьи это почувствуют. Но были вопросы и не касающиеся политики и жизни страны в целом. Некоторых журналистов интересовала личная жизнь Владимира Путина. Все в порядке, не беспокойтесь. Это мне один приятель мой из Европы, такой большой начальник. Он мне как-то недавно говорит, ну, после вот этих событий, прошлого года, он говорит, слушай. Субтитры создавал DimaTorzok